Друзья, всем привет! Сейчас покажу косяк. У всех бывают косяки. Саша отдувался на Марсе, у него тут вот сопель пошел. Мы его сейчас просушиваем лампой, потому что покраска свежая. Уже прошло, наверное, минут 20, как лампа стоит на расстоянии, вот так вот сантиметров 70, чтобы близко не было. Но температура на поверхности, ну, градусов 70, наверное, вот 60. Такая хорошая. Марш свежеоткрашенный, косяки-то бывают у всех. Это не беда. Вот тут чуть-чуть у него срывчик, потому что у нас свежая. Ну, вот, ничего. Я ему вот эту полку помогал задувать. Не спрашивайте у меня, как я это сделал, но такую гирлянду я еще никогда в жизни не искал. Я не знаю, о чем я там думал, чем задумывался, но Саша стоит в камере и просто орет мне, а-а-а, я не помню, что он мне орет. Он говорит, у тебя тут аж волны идут. Короче, я ту полку ходил, а тут останавливал пистолет, а тут уже все было залачено. И отсюда опять начинал. И оно прямо хук и стекло. Это место я уже просушил в течение часа примерно, когда стояла лампа. Сейчас будем работать двумя путями. Первое. Если найду шпатлевку однокомпонентную, ей протянем и будем вытирать. Второе. Попробую каттером резануть, но лак мягкий, лак свежий, не факт, что пойдет. И третье, это если не будет однокомпонентной шпатлевки и каттер это дело будет все пытаться заворачивать, это обычная шпатлевка, тонкая протяжка, чтобы ничего не пришлось стирать растворителем, потому что растворителем просто свежок лак завернем. По поводу шпатлевки тоже такой двоякий момент риск 50 на 50. Может получиться так, что оставить какой-то контур некрасивый или еще что-то. Тереть без шпатлевки здесь не вариант. Можно пытаться проявлять грунтами, но я рядом вытру лысину. Если есть какой-то срыв, сторонник все-таки либо хорошо высушить каттером, подрезать, либо через шпатлевку. Саня свой пучок сам уберет. Просто сейчас попробую. Если каттером это работает, он каттером уберет очень быстро. Это его каттер. Вы его видели в работе по Mazda. Это не каттер, это шаберная пластина. СССР написано, там знак качества, все дела. Я свой инструмент до сих пор в Германии не забрал. Так, пробуем. что она тут, как она тут работает. Как мы и работаем. Я сейчас по ощущениям просто, если лак не в том, что даже не пытается крошиться, он мягкий. Нет, нет, однозначно нет. Тем более тут на крупной лак даже не пытается поддаться стачиванию. Хотя вот одна пошла. О, вторая пошла. А ну-ка, давайте-ка попробуем. Что-то подозрительно какое-то. Тяжковато, тяжковато идет. Я тут потихоньку чуть-чуть. Получается. Идет не спеша. Основная задача, это внимательность и работать. У потёка в этом случае два направления. Здесь линия сбора, здесь линия стекания. И вот работать параллельно линии с теканием, то есть где линия капли. Вдоль нее вверх, сверху, снизу подрабатывать. Параллельно линии вот этого сбора до капли. Работаем с этой стороны и с этой стороны. Чтобы катер, когда он уже поймает момент вытирания потёка, чтобы он упирался на плоскость и больше вот он больше не хочет тереть. То есть тут уже плоскость, которую мы доработаем исключительно наждаком. Если мы будем работать по потёку вот так, мы можем здесь нарубить яму, к примеру, в начале потёка, он будет за нее цепляться. Здесь тоже в этом направлении работать нет смысла. Катер не ложится плоскостью на соседнюю часть ровную на лаке. Поэтому мы просто прогавкаем момент, когда у нас все готово. Вот тут уже тоже особого вытирания не идет. То есть он катается, но уже ничего не стружит, не пили. Переходим дальше. Потихоньку ищем капельку. Поймалась. Ищем сбор к этой капле. Вот она параллельно пошла. Вдоль нее отрабатываем. С одной стороны поработали. Переворачиваем катер. Конечно, неудобно эти пластовые хомуты. Но ниточку тут никак не прицепить. Вот из отверстия. Снизу подрабатываем. Аккуратно. Спешить тут нельзя. Нельзя забывать еще о том, что все равно работа будет тут проводиться еще и наждаком. Поэтому пытаться вытереть вообще в лысый ноль катером глупая затея. Можно наковырять ям. В общем, работа тут минут на 20, наверное, катером. Потихонечку. Когда дойду до наждака, включусь. Ну вот, в общем, что получилось после трезачка. Вот тут будет виден слегка контур. Ну, как есть. Сейчас Саша полирнет. Просто мне неудобно одной рукой держать камеру, другой полировать. Зеленый колпачок. Трем. Оранжевый круг АПП. Машинка NoName. Ручка Metabo. Все. Ручка. Ручка Metabo. Пионер какой-то. Полишер. Ну, машинка полировальная. Указанная фирма. Не болгарка. Не болгарка, да. Только ахтинг. Ахтинг, ахтинг. Биты. Спойлер. Так, заклеили броней, чтобы вот тут не сточить мгновенно, потому что сотрется вообще воду касается. Нормально. Не, я сильно не жму, я так. Не, ну я на всякий случай, потому что нормально. Лак свежий, он сейчас себя полироль будет набирать очень быстро. Да, вот на торце можно сейчас раз и съехала. Если передавить, перегреть. Лучше за несколько раз, за несколько заходов, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Косяки надо тоже узнать, как убирать, потому что если убрать это неправильно, то это будет перекрас как минимум по вот эти вот зоны. А перекрашивать свежак тоже такое подстава, да. Можно где-то на подрыв нарваться, допустим, если вот тут пробиться сейчас, то тут надо будет как-то перегрунтоваться, перепылиться. все это аккуратно сделать. То есть надо сейчас, именно сейчас работа такая, неторопливая. Я уже поторопился куда-то. Хотя вроде никуда не торопился, но смог, получилось. Ну не сильно, но для свежего это уже. Не, ну даже свежак, если лак нормальный, хороший, в чем я сильно сомневаюсь. Мы горели 92 градусов и лаку хоть бы что. Ну да, бюджет совсем не тот. Ну тот лак получается в два раза дороже, чем этот всего лишь. Ну лак мягкий-мягкий, блеск себя взял вообще мгновенно. Вообще без нажима. Все? Ну пройтись еще можно потом синим. Давай сейчас протрем. Протрем, да, посмотрим, что получилось. Вытираемся, угол не дотертый вообще. Вот этот краз. Торец лучше потом добить. Торец тоже не тронут у тебя получается. Так все хорошо, по плоскости, да. Потек, кстати, и даже вот тут он еле заметен. Зная где, отсюда видно. Потому что ты их не точил. Ну на торцах, да, я не точил, но его нафиг там можно наточить. Там можно наточить. Сейчас доработать вот тут вот. Ну уйти ниже, вот видно от режачка чуть-чуть. То есть ниже и вдоль торца аккуратненько располироваться. Поднял и толкни ее вперед. Я за обезжирочкой. Обезжирка и салфетки в этом случае нужны, чтобы силикон, содержащийся в пасте, можно было смыть. Потому что паста будет показывать сейчас хороший глянец, но по факту, когда мы смоем обезжиркой, будет видно, где не дополировано. Потому что через одну-две мойки и постояние на солнышке этой машины, да, он будет видно некрасиво, что не дополировано. Поэтому мы просто сейчас вымоем силикон. Ну он такой, еле тепленький. Оборота минимальные на машинке. Нажима никакого вообще. Ну сейчас я поднажимаю. Так, что ты там поднажимаешь? Не, я сейчас ее прогреваю. Так, смотрим. Так, все хорошо. Видно, вот тут еще чуть-чуть можно полируть. Сам потек… Оно, сожгу голову, убери от лампы. Сам потек, он вот здесь. Да, если не завтыкивать конкретно в это место, я думаю, что я вообще ничего не вижу. Ну тут чисто наш косяк, мы о нем и говорим даже не говорим. Давай, обезжирка, я смочил салфетку. А вот не дополируем. Сейчас, сейчас. Я смочил салфеткой, и мы сейчас все увидим. Дополируем. Ну, чисто край, сам вдоль края что-то. Так, лучше смотреть на 40. Ну, лак очень мягкий, что здесь. Дополируем торец, потом синим кругом, синей пастой пробегаемся, даем просто хороший глянись, и ничего шефу не говорим. Говорим, что все нормально, нам просто было скучно, мы решили до 2 часов ночи поработать. Так, у нас тут добивка идет, доделка. Двухтысячки Саша отработал, ну, сначала катером срезал, двухтысячки на вот этом вот бревне отработал, потом добиваю сейчас на мягкой, той, на которой я там вчера работал, дотирает. Вот тут чутка видно, вот здесь видно, как это светло. Это катер грызанул. Это, кстати, не потек, потек вот тут, это рядом с потеком всегда, если грызешь, это рядом просто. Он просто уходит где-то с потека, если не аккуратно двинуть, и вот такую вещь делать. Теперь трезак. Разрабатываю вот такое татно пошире, сюда чуть можно подлезть и полируется. Пойду покажу, что там. Моя гирлянда как себя чувствует. Моя гирлянда выглядит вот так. Чуть-чуть досматривается. Легкие-легкие. Когда конкретно знаешь где, косяки. Вот. Пальцем. Показать. Сейчас. Вот. Такая капелюшечка. Вот это снять не маханким брусочком, не вот этой лопатой с дорогой, а маханьким жестким бруском. Не маханьким мягким, потому что мягкий вот обрисовал, и он ничего не сделает. А конкретно короткий, жесткий, с равными углами по 90 градусов все. Чтобы можно было четко контролировать процесс пюретирки. Потому что пробиться здесь на изгибах, а не обе полукруглые. Просто вот раз и все. Поэтому на этом этапе я остановился. Дальше делать уже ничего не будет. Тут отполяровано, то есть тут все готово. Сейчас помыть тряпкой равномерно все зацарапать. И потерялось это место. Косяки они неизбежны в работе рано или поздно. Рано или поздно оно происходит. И надо знать, как их правильно и быстро, самое главное, устранять без косяка. Потому что перекрашивать из-за вот этого все крыло, потому что ребер тут нет, не хочется. А правильно убрать, потратить полчаса на это дело, и никому об этом не сказать. И все будет гуд. Да. Ну тут не важно, когда открашено. Просто тут принцип в том, что есть косяк, его можно несколькими путями изменить. Сушить. Не торопиться. Хорошо просушить. Раз. Попробовать самый надежный для вас метод. Ну допустим, для меня надежный это катер. Ну катер может не резать, лак может быть еще мягким, если мы там не дали просохнуть хорошо. Знать, как убрать шпатлевкой. Знать, как убрать через грунт. Знать, как убрать через маркер. Ну через грунт и через маркеры я ни разу не делал, вам не показывал вообще. Ну видел, знаю как это делается. Может быть когда-нибудь возьмем деталь какую-нибудь, на ней на потечем специально. И будем убирать через маркер, через грунт, через шпатлевку, просто катером. У меня жидкарь-то сильно. вот тут мы до полируем сюда делаем тут уже как бы самая основа то есть если вот этот этап прошел гладко чисто то есть все вытерлось трезак и полировальная паста это только уже дело ювелирного мастерства тут уже можно сказать что дотереть можно без проблем но конечно без опыта можно протереть торец вот этот и все остальные вещи это всегда всегда это возможно поэтому косячить лучше конечно не надо но знак их правильно убрать свой косяк надо каждый поэтому учитесь развивайтесь смотрите разных мастеров разные источники потому что много много очень разных способов решить одну и же проблему комментируем задаем вопросы только не флудим в комментариях потому что ваш срач особенно по поводу политики вообще никак никак не актуально в этих моментах всем спасибо что смотрели удачи пока